На усиленный режим работы в праздники перешли сотрудники полиции. В День Победы только в Курске торжественные мероприятия проходили на 15 площадках. О происшествиях во время народных гуляний расскажет Антон Исюков. 800 сотрудников полиции обеспечивали безопасность жителей и порядок на улицах в праздники. С поставленной задачей мы справились. То есть не было каких-то такого всплеска преступности, не было каких-то там беспорядков каких-то, хотя народ был очень-очень много. И вот вчера на мероприятиях, и в ночь было много, и на майской демонстрации было там более 20 тысяч. Все у нас прошло нормально. По словам начальника городского УВД Вячеслава Стрекалова, 9 мая было задержано более 100 человек в состоянии алкогольного опьянения. Жертвой этого молодого человека, который был под градусом, стала невинная девушка. Он поджег ей волосы. Почему ты это сделал? Мне не нравится женский пол. Вот и его была мотивация. Это человек ранее судимый. Стали с ним заниматься и еще раскрыли шесть преступлений. В выходные нашлось место и подвигу. Сотрудники ДПС Евгений Владимиров и Александр Гимбицкий спасли курянина из огня. Пожар случился на улице Родниковой. Героями себя не считают. Говорят, что даже испугаться в тот момент не успели. Мысли были другом. В Дане находились живые люди. Это человеческие жизни. Нужно было думать о них. В празднике накалилась обстановка на дорогах. 9 мая водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по Мичурино на перекрестке с улицы Павлуновского, не уступил дорогу другому. В результате аварии 4-летний ребенок, находившийся в детском кресле, был доставлен в больницу. Стражи порядка призывают курян к осторожности на дорогах. И не только во время праздников, но и в будни. Антон Исюков при содействии при служб УМВД и УГИБДД по Курской области. Спасибо.